подключил две камеры сони нового явления пошло 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 так ну что у меня смотрю тут про рыбалку рыбальный сезон вроде как кончается я даже стишок сочинил каюсь каюсь я рыбалкой увлекаюсь позабыл ходьбу и бег ну дальше такое продолжение так тема порчи вас как-то за зацепила значит тут люди по-разному пишут кое на что я ответил а вот на что я не ответил я начну отвечать ну вот джимми вы пишет чтобы нейтрализовать наветы верующие читают утренние вечерние молитвы они желают друг другу зла я ответил я же не желал а пожелал то что мне пожелали все более ничего да вот пишут а с чего взяли что-то порча порча так быстро не проходит негативного свылили из-за денег ну вот вот этот негатив и как раз и является порча я значит здесь ответил порча будет разная значит побеждай зло добром это анна попова советует это самый эффективный способ закройте себе сорока уст или не усыпленный пластырь помолитесь архангелу михаилу или святым и зло пожрет сама себя спасибо что делитесь историями именно да я делюсь своими историями как конечно существует масса различных вариантов как там с порчи бороться порча бывает совершенно как бы сказать различная так и на не сказал что кишечник до сих пор полностью не пришел да вот так вот с кишечником расстроить легко и просто восстановить трудновато но сейчас более менее рома фами но не знаю желать зла обидевшему обидевшему это вроде как-то не по христианстве дело в том что здесь не пожелание то есть не обидели одно дело человека обидели и он тогда в ответ может там что-то там пожелать или еще что нету понятия а обидчика есть есть понятие злобный ответ который я назвал порчи ну или я все это разъяснил что их 20 раз там 20 раз все это рассказывать так у христиан пищу кушать с благодарственной молитвой никакая порча к желудку не подстает но это совсем разные вещи в одно дело кушать пищу другое дело когда грубо говоря вывели вашу всю информационно-энергетическую систему из равновесия выпить святой воды принять душ можно и дома для течения ауры а сон это ангелохранитель вас защищал наверное заслуживали добрыми делами сильного ангелохранителя а вот залия луганск три дня назад она написала следующее уважаемые гп полностью согласна с вашему пожеланию змеевидному вредителю прибегают к порче люди которые знают точно что их не поймают за руку это форма мелкости ума трусицы и так далее не сильно заставьте внимание на этом каждый человек сам знает какой дать отпор это знание приходит само ну смотри какая порча тут тяжеловато с этим разобраться и вы уже дали этот отпор ну спасибо дал отпор света когнет здравствуйте петрович да не переживайте конечно может быть это просто урок поголодать и все станет на свои места вообще-то отлично рекомендация на голове идет уплотнение нашей ауры наших тел и то что является не естественным ненужным то вытесняется и избавляется что они их думают только энергия ваша туда переходит вот все уравновесит это у нас так учили спасибо было приятно вас увидеть а где же позитивчик любим вас позитивчик позитивчик бывает что и негативчик превращаем позитивчик вот этот ответ лада смирнова про порчу вот вот это хорошая вещь многие тут написали что мол если причащаться и молитвы читать то порча не пристанет увы это это вещи вообще несколько иные порчи и молитвы это это как бы сказать разные вещи вообще-то пишу как бывшая постоянная прихожанка храма которая и молитвы утренние и вечерние читал и постоянно была на исповеди и причащалась и была чтецом в храме так вот мне сделали порчу именно в храме более десятилетней пристанных боли и из дома даже не выходила пока не убрала частично порчу она к сожалению много вреда уже надела мне порча была насмерть и порча не пристает только к тем кто стал абсолютно чист читай свят а к этому не так просто прийти видите то есть человек который знаком с этим делом не понаслышке мать святого проводится тебе с любовь и благодарностью знаком не понаслышке тот уже совершенно по-иному рассуждает дали вот такой ответ джимми вей но вы же не умерли болезнь это не смерть болезнь это указание человеку чтобы он таким он каким-то образом привел свое тело и душу порядок нет извините это совершенно разные вещи одно дело болезнь а другое дело тебя уничтожает тебя уничтожает на уровне информационно-энергетическом запустили как вот в компьютер запускает вирус и он же использую вашу энергетику накручивать все так что в конце концов ваш компьютер развалился тоже самое вот сейчас понимаете техника достигла такого уровня что очень хорошо можно это рассказать что я вот сижу да а тут через интернет по адресу приходят какие-то тут от вас на меня тексты какие-то там ну будет информация я есть обменюсь информация может быть положительно может быть отрицательно точно так же огромный вот этот вот мир является там супер дупер этим компьютером вообще компьютерами нашими далеко до него где мысль является самой важной вещью и вам только надо кстати почему почему раньше давали одно имя как бы сказать ребенку или человеку истина а другое как бы так сказать ложное два имени то есть чтобы истина прятали как зовут человека а ложная там так сказать ходила то есть чтобы информация когда делают вот такой посыл вредный виде порчи на человеку чтобы она шла по ложному следу и не находила человека что она идет по имени допустим а там петровича а его зовут допустим там федорович и все истина и она не 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 касается вот то есть мир 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 уже давным-давно разобрался с такими вещами и это делалось не спроста далеко не спроста вот ну вы же не умерли ахаха так если бы она ничего не делала она бы и умерла бы болезнь это не смерть такая болезнь приводит к смерти истощает тебя и опять таки вот я уже вам рассказал повторяясь то есть это удар по вашей информационно-энергетической системы которая находится в тонких телах я уже рассказывал о тонких телах целая там прослойка до физического уровня и именно они строят физическое тело управляет его функциями и всем 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 так вот как раз туда только раз внесли будем говорить хаос в виде будем говорить вот как компьютерного там вируса и все ваш этот ваша информационно-энергетическая установка начинает давать сбои которые начинают выражаться вот таких вот вещах которые истощают энергию вызывают боли болезни и ведут к смерти точно так же как с компьютерами то есть это более такая простая модель которую вы уже прекрасно понимаете вирус влез вроде бы оболочка работает там windows или макинтош а потом оно только начинает разлаживаться начинает глюки-пуки и все и компьютер у вас не работает и может даже железо целое быть а он уже не работает на программном уровне а может так что и что-то еще и перегорит в самом компьютере то есть уже и железо испортится а тут как раз идет так как физическое тело строится по шаблону этого самого эфирного то есть искажения в эфирном теле начинают сказываться и на физическое тело то есть наука о порче о всех этих вещах было известно очень очень давно и все такое поэтому тут так и в православии верующие благодаря Господа за то что они болеют потому что у них таки можно возникает необходимость изменить себя от внутренней скверны проблема только в том что человек еще не учился лечиться от некоторых заболеваний ну что ж где то тут бумаги какая то какая то тут тут несколько надо различать вот смотрите и православные верующие благодаря Господа за то что они болеют потому что у них таким образом возникает необходимость избавиться от внутренней скверны все возникает несколько не так как тут просто там пишут православный заболел ай 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 вот взял он и заболел как правило любой человек заболевает в основном заболевает тогда когда он ведет несоответствующий природе образ жизни и дабы для того чтобы вернуть человека на нормальный путь здоровье общение с окружающим миром возникает возникает из-за этого несоответствия возникает болезнь которая болезнь и даже человек будет болеть он не меняется возникает боль вот боль это учитель боль возникает и заставляет человека она постоянно действует усиливается и заставляет человека задуматься а так ли он живет то есть от разные вещи и это заставляет его меняться то есть не надо путать вот эти вот вещи что тут а я там заболел из-за того что что это мне надо для того чтобы я совершенствовался болезнь возникает из-за того что мы уже в кавычках насовершенствовались возникла боль и надо нам что-то менять в самом себе в своем отношении к миру для того чтобы от этого избавиться порция это совершенно иной вариант это целенаправленно в вас внесли хаос информационно-аналитический который приводит закономерно должен привести к такому к финальному результату и человек чтоб от этого избавиться начинает тоже думать действовать видите лада я рад за вас что вы все таки вышли из этого состояния и если вас не затруднит не затруднит не убрала частично порчу как вы это сделали лада смирная пожалуйста не поленитесь опишите как вы сделали вернее вот в чем именно порча выражалась то есть чтоб у нас тема раскрутилась в чем она выражалась и что вы сделали для того чтобы ее частично снять ну а для порчи не существуют храмы не храмы там на нее как раз вот особенно аксенов очень много написал о том что порчу доводят чаще всего в храмах так а вот вася пупкин пишет вы взрослый человек верующий на афоне были неужели вы верите в порчу с глаз и так далее вот я когда читаю подобное думаю человек либо впервые появился либо еще либо я этот термин придумал я просто как-то даже теряюсь как ответить на это хотя до этого я тут рассказывал мне одна знакомая сказала вот смотрите а с чего он это считает мне одна знакомая сказала что меня мать не со зла проклинает всех мужиков поэтому она одна что меня мать не со зла слушаю да да здравствуйте безумно раз вас слышать меня зовут Артем Геннадьевич здравствуйте кремлевского дворца я буквально на секундочку хочу пригласить вас на лучшую работу от театра Вахтангова на старший сын спасибо спасибо пьеса будет 20 ноября и 6 декабря спасибо спасибо вам не интересно я так понимаю а я в Каменске-Шахтинском за тысячу километров от Москвы я вас понял ну а вы приедете в Москву в течение там 20 ноября и 6 декабря не знаю не знаю меня никто не зовет я нахожусь на пенсии так просто не езжу я вас понял Геннадий Петрович хорошо тогда мы вам будем частейко звонить и предлагать вам разные спектакли вы у нас всегда в первом списке поэтому мы будем безумно рады спасибо неожиданно как-то я просто неожиданно помним всегда вас знаем и всегда вас ждем спасибо спасибо всего доброго хорошего вам вечера спасибо до свидания неожиданно театр в Вахтангово и я там это самое так вот смотрите вот почему у Вася Пупкина вот такое представление мне одна знакомая сказала что у меня мать не со зла проклинает всех мужиков поэтому она одна так значит проклинает всех мужиков вот само слово вот это проклятие само слово уже несет проклятие со зла это не со зла это делается это уже пошел негатив вот далее а и меня проклила да емае то есть Васю Пупкину вот только когда я серьезно заболел она меня выхаживала я только не дал но понял почему она одна мужики слабые попадали всю жизнь она в 90-е челноком была баулы таскала деньги за крышу бандитам ментам платила в общем и не каждый мужик бы ее жизненный путь выдержал это совсем иные вещи как то как то надо знаете сразу в уме развернуться перестроиться это не так как просто сообразить что к чему то есть есть действительно человек который ну будем говорить сильный по природе и остается один из-за того что ну согласно Васе Пупкину он не нашел себе такую же сильную пару но это не касается порчи это совершенно иное вот понимаете мы путаем понятие это совершенно иное когда человек себе не находит пару из-за того что по каким-то параметрам ему другие люди не подходят в супруги но я говорю это не значит что что это порча это совершенно иной разряд поэтому не надо это путать я просто не хочу в эту тему основаться ее развивать потому что мы уходим от от нашей темы но это совершенно иное поэтому вот опять так Лилия Косова день назад вот для меня остается странный тот факт что дурной посыл всегда реализуется очень быстро а вот добрые помыслы в отношении другого человека могут до него так и не дойти нет нет сейчас остановимся на этом немножко доходят и добрые помысли вообще особенность нашего мышления и представления заключается в том что если мы о каком-то человеке подумали то его фантом предстает рядом с нами рядом с нами уже все не надо там что-то там такое знаете откуда-то что-то придет его фантом уже тут стоит и грубо говоря и делай с ним что хочешь с этим фантомом естественно если вы сделали благой посыл этому человеку все также это отразится просто просто воспринимается это несколько иначе то есть тот человек как бы сказать человек больше настроен то есть доходит все и плохое и хорошее все доходит просто на как бы тут сказать вот если я такую вещь слышал если взять человеческий организм то в нем допустим в целях самосохранения болевых рецепторов там намного больше чем допустим там каких-то там других для того чтобы он сразу же на это откликнулся и сохранил себя точно так же примерно у нас мы на агрессивность в отношении нас на тонких планах более чувствительны нежели к хорошим посылам но тем не менее и хорошие посылы приходят к нам в виде там снов в виде там каких-то действий когда вот тебе как бы сказать масть идет то есть все это работает но все это все доходит но просто настроены мы вот как наша система будем говорить еще разок повторю рецепторов на болевые рецепты больше она настроена чтобы сразу отреагировать и сохранить себя нежели на какие-то там другие запомню это но это же качество пришло оттуда с тонкого уровня понимаете пожелал он какой-то какой-то гнидник зла вы заболели достаточно быстро а вот если бы он вам добра пожелал вы бы этого даже не ощутили почему так не понимаю если лично меня брать да значит да и любого другого человеку не каждое зло не каждое зло вы можете знаете может так сказать вызвать такие действия оно бывает разное вот почему мы говорим о порче бывает там какое-то оно может отскочить от вас как это самое как горох об стенку а вот тут видите тут как раз скорее всего образовался канал вот вот этот вот канал мои заинтересованы в том чтобы получить гонорар за проведенную передачу и вот по этому каналу и были скорее всего спущены собаки потому что все остальное оно довольно таки легко воспринимается отскакивает я не чувствую то есть важно важно самому человеку сделать какой-то канал какую-то слабину создать в своей информационно-аналитической системе по которому к вам и пойдет вот этот вот негатив а если его нету понимаете почему вот нету вот этого за него не за что зацепиться он просто мимо 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 вот в чем так сказать вот этот хороший вопрос я так сказать разобрал и то что я заболел видите достаточно быстро я воспринял а это было сделано по тому будем говорить каналу по которому я где-то сам открылся и по нему и пошло все это такое так почему так не понимаю то есть я вот как раз вот эту вот вещь объяснил лили косовой так далее отвечает джимми вей просто у каждого свой уровень чувствительности я например вполне определенно ощущаю прилив благодати в душу когда мне в церкви кто-то заказал молебен прошение о здравии значит я ответил один уровень чувствительности одно а другое дело этот вы образовали канал по которому соответствующая информация может к вам проникнуть дальше лилия косова отвечает джимми вы речь ведь идет о степени воздействия сомневаясь что от того что вам поставили свечку за здравие вы прям исцелились от недугов а тут от злого посыла человек так заболел я говорила о том что злой действует сразу и сильно а добро долго копится и потом может быть как то проявится несправедливо это значит я вообще то ответил на это да ничего там не копится сразу там все это действует все это действует кстати сразу мне вспоминается случай я рассказывал ощущение прилили благодати себя в душу значит это было в лихие 90-е годы я был на ростовском базаре у меня уже были так сказать денежки там все там то такое книги там мои продавались окром нищета и на ростовском базаре продавали яблоки значит много-много яблок там всякую снедь продавали вот стояла бабуся бабуся стояла которая смотрела на эти яблоки и я подошел рядом встал и я чувствую вот у нее такое знаете ну каждый человек когда хоть немножко сопереживает у нее какая-то чувствительность немножечко получена открытая вот у этого значит бабуси такого настроения что вот она смотрит а купить она не может и ну такое подавленное настроение на почве отсутствие денежных средств жизнь прошла ё-моё старый человек а вот это позволит вот этой ерунды он себе позволить не может так вот жизнь завернулась в нашем в нашем обществе а и я значит рядом с ней покупаю самое большое красивое яблоко вот она сидит рядом смотрит как это все это так дело театрально можно сказать и как только его купил я резко поворачиваюсь это яблоко а это вам и вот тут-то ведь аж слезы навернулись на глазах меня обдало такой благодатью за вот это вот одно яблоко что что я такое такое вот почему на меня врезалось я и не испытал никогда раньше за всю свою жизнь вот то есть она вот пожалуйста вам и сразу же подействовало добро на вас и я подумал нифига себе вот за такое яблоко вот за такую простую вещь такая награда прошла понимаете вот это вот такая радость это ну это долго рассказывать то что происходит человеком то есть благодать я знаю что такое и благодать что такое и порция поэтому мне эти вещи так сказать ясны лилия если вы в этом сомневаетесь то это не значит что этого не происходит вам просто надо изучать закон божий и тогда про порчу все станет понятно но Бог говорит не обязательно закон божий изучать для этого чтобы про порчу ну если вы закон божий изучаете это конечно очень хорошее подспорье есть и другие вещи а есть такое понятие как сама жизнь которая рассказывает где порча где не порча сейчас в интернете многие священники очень подробно растолковывают все это послушайте их мнение и не изобретайте воспит вообще-то прекрасно сказано и я ставлю палец вверх и наконец-таки последний день назад утром натощак стакан воды плюс 10 капель зеленки и ЖКТ восстановится ну спасибо спасибо за такой этот это Владимир Николаев ответил что у него имеется так сказать вот такой проверенный им способ ну что пожалуй я думаю где-то он там и работает не без того но практика показывает если такая порча хорошая там понимаете не столько микрофлора испортилась или еще что-то а как правило вот само понятие портя она портит информационные аналитические процессы которые происходят в нашем теле и поэтому возникает опять-таки хаос как в компьютере влез вирус и все и пошло у вас поехало вот 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 вот